На библейский портал Экзегет поступил вопрос «Сколько дней и как нужно поститься перед причастием?» Давайте мы разберем две ситуации. Вот одно дело, когда этот вопрос касается людей, которые редко исповедуются, причащаются и не соблюдают в пост в среду и пятницу. Вот для таких людей, ну, рекомендуется все-таки потренироваться в воздержании, если ты всего лишь раз, скажем, в квартал приходишь причаститься, что, конечно же, очень плохо. Ну, хотя бы дня три потренируйся в воздержании. И опять-таки не только в телесном воздержании в пище, а в духовном. Вот обычно рекомендуется так. Но обязательно именно так и больше никак. Тоже не обязательно. Это все-таки решается индивидуально, потому что мало ли какие причины, что человек редко приходит. Это все-таки более дело батюшки того, который принимает исповедь. Он видит духовное состояние, он видит грехи, которые человек совершил. И он может, да, вас допустить причастие, а может и не допустить. Может разрешить ваши грехи, а может не разрешить. Вот. Теперь другой момент. Люди, которые есть регулярно ходят на причастие, и у этих людей может быть разная ситуация. Кто-то ходит регулярно по воскресеньям, кто-то приходит в субботу, а кто-то в будние дни. И вот общий подход для тех, кто среда-пятница постится и не делает перерывов более чем один раз в три недели, не реже, чем один раз в три недели это делает, то есть идет на причастие, то общий подход такой, что специально поститься перед причастием не надо, если ты в среду-пятницу постился. Но ведь возникает вопрос, да, у многих. Ну как же так, я в воскресенье причащаюсь, а в субботу, значит, я могу и не поститься вообще, то есть есть мясо, молоко, сметану, яйца и т.д. и т.п. И тогда давайте мы подумаем, а почему все-таки желательно вам воздержаться перед причастием и накануне причастия, и в чем воздержаться, и на сколько. И я могу сказать так, что я вот своим подопечным рекомендую так. Так, с утра применяй народные слова, завтрак съешь сам, в обед поделись с другом, а вот вечером ужин отдай врагу. Не просто так в народе об этом сказано, но почему сказано? Вам любой врач скажет, что на вечер, на ночь, глядя, не надо есть там пищу стугоплавких жиров, да, не надо есть жирное мясо, не надо есть сметану на ночь и т.д. и т.д., где много жиров. Потому что это просто вредно здоровью. Ну, а с точки зрения духовной? А с точки зрения духовной, понимаете, надо подготовить тело к принятию Святого Духа. Мы же ведь должны быть храмом Святого Духа. И поэтому Церковь рекомендует все-таки поужинать, как говорится, ну, до восьми часов максимум. Вообще после десяти не вкушать пищу, а после двенадцати даже воду не пить. Почему такие рекомендации? Вы знаете, надо утончить тело, да, вот, чтобы Духу Святому ничто не мешало, чтобы кровь не кипела от переизбытка пищи, желудки ничего, образно говоря, не урчало, не вздувало, да, но чтобы, одним словом, ваш физический организм был в состоянии покоя, свободным, отдыхающим от переработки всякой пищи, чтобы в животе тоже ничего там не было, было легко. Вот, знаете, как перед хирургической операцией берут раз и клизму ставят. То есть освободить желудок, освободить ваше тело от лишнего, от переработанной пищи и пищу, которую еще организму надо перерабатывать. Вот для чего. А почему? А чтобы Богу ничто не мешало. Чтобы ничего не мешало. Поэтому и рекомендуется после причастия рот на замок, к себе, как говорится, в келью, уединение, часть-ка два после причастия помолчать, полежать и дать Богу походить в себе. Помните его слова, да? Когда он говорит о том, что вселится в нас и будет ходить в нас. Вот и дайте Богу походить в себе. Не мешайте ему наполнением своего тела всякого рода пищи. Вот для чего я своим подопечным рекомендую в ужин воздержаться от всякой, не только скоромной пищи, а, ну, самое главное, от переедания. Объесться можно ведь и хлебом. Правда? Ну, и вам тоже советую. Но все равно, чтобы я вам не сказал, все индивидуально с батюшкой, у которого вы исповедуетесь, и кто вас причащает. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok